Особое мнение на 101FM Олег, я попросила бы вас начать с пятничной новости, но и сегодняшней тоже. На жителей Кировской области заведено бросившего кирпич в тамбур и разбившего стекло в тамбуре здания правительства Кировской области. Завели дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщает телеграм-канал «Источник онлайн». Сама ситуация произошла в пятницу, 6 ноября. Человек долгое время стоял в пикете, успел пообщаться с корреспондентом «Источник» как раз. Рассказал, в чем причина. Причина пикета была в том, что власти не ремонтировали дорогу к селам Трехречья и Ральники Кирово-Чепятского района. И, соответственно, невозможно было пустить школьный автобус. Ну, в общем, такая тема не с той локацией связана. Но по школьному автобусу у нас даже в эфире была. Когда из-за плохой дороги транспортники отказываются везти детей, дети ходят пешком. Вот эта ситуация случилась. То есть сначала человек постоял в пикете, потом рассказал корреспондентам, зачем он стоит. Потом, когда корреспондент ушел, в здание тамбура полетел кирпич, выбитое стекло, фанерка вместо него. И вот теперь дело по статье хулиганства. Это вот что такое, Олег? То есть это безысходность, иных путей, способов донести свое мнение нет? Или это все-таки эпатаж какой-то? Это и то, и другое. То есть, в принципе, это действительно... Люди чувствуют, что иные средства донесения информации, иные способы быть услышанным, там, исчерпывают себя, получат стандартную отписку о том, что работа ведется, там, ждите, ждите. Вот, ждут не один год. В итоге люди понимают, что ничего не движется, и хоть как-то донести изобретают новые способы донесения информации. Незаконные способы. Ну, незаконные. Да, незаконные. То есть я думаю, что человек, который это делал, он прекрасно понимал, что здесь будет состав правонарушения, вот, и в любом случае, вот, и он с полным сознанием, там, пошел на этот шаг. Ну, и как бы, вот, как форма, это, конечно, эпатажная форма, которая именно привлекает к себе внимание. И, в принципе, в этой истории там интересно то, что многие люди боятся, что это станет примером для всей остальной страны. То есть очень простая, очень доходчивая форма, которая, в принципе, очень сильно пугает власть. Там, если так начнут поступать все, то это может сдетонировать, вот, из очень маленького банального случая, из, там, какого-то такого очень простого и понятного недовольства, там, вырасти могут большие последствия. Но это пугает не только власть, это и людей пугает, в том числе, там, и граждан нашей страны, да, когда нам показывают очередной незаконный, там, да, митинг, либо какое-то шествие, либо какое-то мероприятие. Очень много комментариев из разряда, извините, вы что, хотите, как на Украине, там, или еще где-то, да. Понятно, что это все невозможно одобрять. И, естественно, это... Ну, на самом деле, все больше и больше людей, которые, с одной стороны, говорят, вы хотите, как на Украине, там, да, но вместе с тем те же самые люди уважают личную позицию человека, который, там, стал один и кинул камень, то есть сделал то, что многие из них хотели бы сделать, но не позволяли себе. Все понимают, что... И не должны позволять, если мы законопослушаем. Все понимают, что если бы это носило массовый характер, и, там, много людей, там, этим занимались, то есть, там, это превратилось бы в неуправляемый бардак, и никто этого не желает, но как личная акция, там, человека, многие выражаются с сочувствием, уважением, вот, и, ну, там, отчасти хвалят, там, за смелость. То есть, в принципе, там, многие люди и одобряют, что давно была пора кому-то это сделать. То есть, есть такие настроения, и эти настроения, они взаимоисключающие в голове, там, даже одних и тех же людей. То есть, люди, с одной стороны, боятся каких-то резких, там, да, событий, вот таких вот, связанных с погромами, да, а с другой стороны, готовы поддержать. Эмоциональная ситуация понятна, вот, и, там, люди относятся к этому с сочувствием, но люди не готовы видеть это как шаблон поведения, там, для массового употребления. То есть, никто не хочет, чтобы этого было, там, много, там, достаточно один раз, вот, один человек так поступил, его мы уважаем, но когда появятся последователи, скорее всего, этих последователей будут осуждать. Понятно. А что мы можем предположить по поводу дальнейшей судьбы этого человека? То есть, вот сейчас дело заведено по статье хулиганства, насколько серьезным будет для него наказание? То есть, будут требовать максимально сурового, да, в качестве острастки, чтобы никто больше не повторял? Либо же, как-то там пожурят и отпустят, что называется? Ну, я не знаю, я не могу предположить, там, за следователя, за решение, там, власти, которая будет или не будет настаивать, там, за решением прокуратуры, там, по высшей планке или, там, обойтись беседой штрафом. То есть, я не знаю, как поступит власть. Насколько захотят дать по рукам, там, вообще людям, которые пытаются так поступать, насколько захотят сделать этот пример показательным, это, в принципе, не выгодно. С точки зрения ответственности и последствий. А это не выгодно никому. То есть, если это будут делать образцово-показательным примером, понятно, когда власть, допустим, наказывает по высшей планке, там, каких-то молодых людей, которые, там, действительно, там, взрывное устройство, там, здание ФСБ, там, вот, все это теракт, там, все такое. Ну, оно, как бы, такой явный перебор, который, там, люди не одобряют. Но когда взрослый, спокойный, там, человек, без особых политических изысков, вот, говорит о каких-то банальных вещах, о недоработке власти, вот, и он не покушался на жизнь. Он прекрасно понимал, что кидает, там, ну, да, стекло, да, вестибюль. Вот, но вот в такой вот форме, экспрессивной, там, выражает свое мнение, которое, в принципе, это понятно, и многие его разделяют. Вот, его образцово-показательно наказывать со стороны власти, это власть высекать саму себя. То есть, свои какие-то, там, огрехи списывать на, вот, поведение человека. А если, например, наказание не будет суровым, не получится ли так, что большое количество недовольных захотят повторить поступок этого гражданина? Может быть так. Вот, вот, сейчас этой акции задана такая непростая задача власти, которой сейчас тоже непонятно, как правильно реагировать на подобные действия. То есть, с одной стороны, вроде как пустяковый ущерб, да, и никаких политических заявлений, требований не звучало, с другой стороны, пример такой, не самый хороший. Ну, да. Я должна сказать, кстати, да, что вот по поводу дороги появилась информация тоже 6-го числа после этого инцидента, что в течение двух недель ее сделают, и это тоже, ну, такая, как бы, не знаю, показательная история. С одной стороны, вроде как и работы какие-то вились, то есть, немгновенно их начали, говорят, что они начаты были раньше. С другой стороны, вот, был поступок, и вот, пожалуйста, результат. Власти сразу же заявляют, через две недели все будет готово. Но мы в августе ехали по этой дороге на велосипедах. Слушайте, это ужасная дорога, то есть, это такого, там, отрезок пути, там, там еще поискать. То есть, там на велосипеде невозможно проехать. Не то, что на школьном автобусе. Да, это какой-то ужас. То есть, ну, по крайней мере, в августе никаких работ там, ну, даже близко не было видно. Ладно, будем следить за тем, чем закончится вся эта история с человеком, бросившим кирпич в вестибюль здания правительства Кировской области, насколько суровым будет для него наказание, и посмотрим последствия там для всех нас, для общества. Продолжается тема с возможной конфигурацией законодательного собрания. На прошлой неделе ее продолжили обсуждать, думаю, будут обсуждать и на этой неделе. Все всколыхнула инициатива сократить число депутатов с 54 ныне до 40 человек в следующем созыве. Решение уже принято, принималось сразу в двух чтениях, онлайн. Много было претензий, в том числе со стороны оппозиции, много было обвинений в адрес «Единой России», что «Единая Россия» делает вот этот законопроект, что называется, под себя, да, потому что сокращается списочная часть депутатов, а остается 27 человек одномандатников. Одномандатникам, по мнению оппозиции, проще становиться, будучи там либо приверженцем, либо членом, либо сочувствующим «Единой России», потому что больше ресурсов. Я тему эту сегодня анонсировала ВКонтакте, и вот на удивление мое почему-то та форма, в которой я вопрос поставила, она вызвала вопросы в ответ. А вопрос я поставила следующим образом. Получится ли у «Единой России» объединить кировскую оппозицию? Почему? Потому что после того, как решение было принято, представители нашей парламентской оппозиции в этой студии сказали, отлично, раз «Единая Россия» играет так, мы будем объединяться. Мы на выборах следующих договоримся и выставим в каждом округе единого кандидата. И эта история, если она случится, это будет, конечно, что-то уникальное, потому что сколько заявлялось о том, что оппозиция готова объединиться, ни разу, по-моему, не получилось. Так вот, получится ли на этот раз? Мое мнение – нет. Ни в этот раз, ни в какой другой. То, что называют оппозицией, то есть, если мы говорим про те парламентские партии, которые называют себя оппозицией, ну, они могут там о чем-то друг с другом беседовать, но, мне кажется, у них никогда не получалось ни о чем договориться. Тем более, тем более… Но здесь тоже на кону все, вот здесь место в ЗАГС собрании, там, да, и какой-то все-таки там, какая-то конкуренция мнений. Вот, есть еще один фактор. Есть еще те партии, которые не являются парламентскими, те, которые не представлены на данный момент, которым придется преодолевать там через сбор подписей, через прочее-прочее там, но тоже будут участвовать. И, насколько мне известно, сейчас появились новые там веяния там политтехнологов, то есть, мы видим расцвет новой политической рекламы, то есть, новую активность новых политических партий, недавно созданных, которые по составу, по, ну, электоральным предпочтениям являются, ну, в принципе, такое консервативно-патриотическое крыло. О каких партиях мы говорим? Я не хочу сейчас рекламировать конкретное это манимование, но мы видим медийных лиц на федеральном уровне, которые там объединяются, мы видим начало движухи в регионах, мы видим то, что идет работа по финансированию этих партий со стороны местного бизнеса, то есть, все это, знаете, за, там, не первый десяток лет наблюдения за избирательными процессами, то есть, мы видим, что, ну, вот я оцениваю, что, в принципе, здесь... Не просто так это происходит. Очередной проект, разыгрываемый там большими политтехнологами на размерах всей страны. Мне кажется, что тенденции изменились. В парламенты, в законодательные собрания, в представительные органы власти пустят и другие партии. Там не все, конечно. Кроме вот этих трех, которые мы знаем, которые есть в Кировской области, оппозиционные. Будут объединяться, там, три парламентских оппозиционных партии или не будут, да, никому не важно. Там, во-первых, им еще надо потрудиться, чтобы друг с другом договориться. Во-вторых, и кроме них появятся новые организации, на которые будут сделаны ставки и которых вполне могут допустить для разбавления там ситуации, которым позволено там умеренно критиковать за всякую, за всякие недоработки власти, за какие-то там небольшие коррупционные скандалы, говорить то, что нравится людям, в принципе, ездить по любимым мозолям. То есть работать на публику и оттягивать голоса. Да, у оппозиции. У оппозиции, да. Ну и там та оппозиция, которая там была еще более радикальной, которая там не была представлена в представительных органах, она тоже попытается что-то сделать и тоже там часть голосов себя оттянет. Им там, в принципе, и объединятся-то кого с кем. Так что разброс голосов там в любом случае в оппозиционном настроенном лагере будет. Хотя эти новые партии мы не можем называть оппозицией. Или можем? Они мимикрируют под оппозицию, где-то имеют там свое мнение по каким-то вопросам, но по большому счету они встроены там в действующую систему и, насколько я понимаю, действуют по прямым там руководствам там той же администрации президента. А та оппозиция, которую мы называем парламентская, она не встроена в действующую систему? Не встроена. То есть она не делает вид, что она оппозиция? Или она действительно оппозиция? Понимаете, есть большая разница. Есть там федеральное руководство больших политических партий. Которые встроены. Которые там, безусловно, там резких телодвижений не делают. Которые там 10 раз спросят, как правильнее поступить. А есть местные люди, местные активисты, которые не являются членами этих партий, но которые хотят что-то сделать. И если они пытаются пойти в депутаты, то там одним из немногих механизмов это идет механизм выдвижения через какую-то партию. Я знаю достаточно много депутатов от тех самых оппозиционных партий, которые не являются членами этих партий. Но они выбирались от этих партий, становились депутатами, становились во фракции и при этом... Работают во фракции, не являясь членами партий. Да, да, да. Потому что это единственная возможность быть представленными. То есть на регионах, в регионах, на местах все-таки оппозиция оппозиция? В регионах, на местах очень много людей, которые именно для этого идут и сотрудничают с этими большими партиями, представленными парламентскими партиями, только потому, что нет другого выхода. Но найти общий язык между собой они не смогут. Несмотря на все старания единой России. Мне кажется, не смогут. Тут вообще вот это предложение убрать, сократить партийные списки, их бы по идее вообще убрать партийные списки, как пережитый атовизм. Партии на нынешнем этапе развития общества это такое что-то устарелое, непонятное. Которым понятно, как управлять сверху, но непонятно, как это работает на благо людей. Потому что смотрим цифры по членству в партиях, смотрим по активности рядовых людей в партиях. То есть мы понимаем, что все это не про то. Я бы был полностью за, за то, чтобы избирательная система строилась по мажоритарной системе. Полностью. Полностью, да. Но с одной оговоркой. Вот вся вот эта вот партийные списки, вот принцип выдвижения и избрания по партийным спискам должен быть заменен мажоритарными многомандатными округами. То есть, когда в одном избирательном округе выбирается не один депутат, системой прямых выборов, когда люди голосуют именно за конкретного человека. А выбираются, допустим, в двухмандатном округе выбираются два кандидата, набравших максимальное количество голосов. То есть, при такой конфигурации бы автоматически получилось, что проходит наиболее популярный человек, за который проголосовало наибольшее количество, и проходит его ближайший оппонент. А может и не оппонент, кстати. Ну, все-таки, там, такое может быть, но сложно представить, чтобы мнения избирателей разделились, и они проголосовали солидарно, и максимальное количество голосов отдали за двух... За двух одинаковых. ...одинаковых, там, по взглядам, по убеждениям, которые не спорят друг с другом, не конкурируют друг с другом, поют в унисон, ну, скорее всего, все равно мнения разделяются, и неважно, там, провластные или прооппозиционные, то есть, всегда бы был противовес в виде конкурирующего мнения, конкурирующего оппонента. Это бы примерно так сбалансировало, ну, грубо говоря, 50 на 50. Но пока-то этого нет. То есть, пока мы будем плясать... ...и из той конфигурации, которая есть. Я уверен, что там власть там не пойдет на такой эксперимент, хотя раньше такое было, мы помним, там, на гомандатной округа, когда избирались первые, там, несколько набравших наибольшее количество голосов. Это дело обычное, это сделать несложно, там, корректировкой. Но на это никто не пойдет, потому что, конечно же, это уменьшит способность способность именно власти управлять ситуацией с точки зрения формирования представительных органов. Еще такой вопрос, Олег. Все-таки, то есть, вы говорите, что объединиться оппозиции не получится, договориться между собой не договорятся, будут дополнительные какие-то представители новых политических партий, не знаю, там, возьмем их в кавычки, слово партии или слово новых пока не определилось тоже. То есть, можем ли мы прогнозировать сейчас вот это решение по сокращению депутатов в ЗАГС собрания, к чему приведет? Примерно к тому, про что все и опасаются. То есть, добьется Единая Россия своей цели? Вот Единая Россия или не Единая Россия? В которой ее подозревают? На самом деле, мне кажется, что общественное мнение складывается таким, что уже стыдновато быть в Единой России, в Гражданском фронте. И именно поэтому... Появились новые партии. Именно поэтому появилось движение за урезание партийных списков, потому что по партийному списку ловить больше нечего. Именно поэтому вот эти кандидаты от имени власти, ну, условной власти, пойдут не от политической партии, там, Единая Россия, или не от засветившегося рядом там, Гражданского фронта. Они пойдут как самовыдвиженцы. Сами по себе пойдут. Да, сами по себе. И, скорее всего, это будут действительно беспартийные, ну, в разных там вариантах. Но это вопрос, как бы, лояльности... Лояльности кому? Лояльности избирателям? Вот. Или лояльности условной власти? То есть, слушать приказы и поступать как велено, или думать головой, думать об интересах избирателей и иметь смелость что-то противопоставить там, системе исполнительной власти, там, высказать свое мнение? Так вот, кого будет больше в числе этих 40 человек? Здесь я не небольшой оптимист. Мне кажется, что вот то, как оно нарезается, с учетом округов, с учетом вот изменений вот этой избирательной системы, исполнительная власть, скорее всего, будет формировать все под себя, и доминирующие положения будут представители так или иначе связанные с исполнительной властью. То есть, все шансы у того, у кого больше ресурсов. Олег Ткачев, член общественной палаты Кировской области, руководитель Кировского центра поддержки НКО, не оптимистично смотрит на историю с объединением оппозиции. Мы сейчас делаем перерыв на рекламу чуть-чуть пораньше просто, чтобы не начинать следующую тему, и через полторы минуты вернемся. Программа «Особое мнение» продолжается в нашей студии. Напомню, Олег Ткачев, мы еще о выборной теме немножечко поговорим, еще чуть-чуть времени этому уделим. До перерыва мы говорили о том, что вроде бы сделано все для того, чтобы в следующем созыве законодательного собрания власть как минимум сохранила сочувствующие ряды себе в рядах нашего авиатского парламента. И кажется, больше уже ничего не нужно. То есть мы видели всю историю с голосованием по конституции, после этого оперативно были приняты изменения, позволяющие проводить голосование в течение не одного, а нескольких дней. И, как я понимаю, в тех же изменениях, которые тогда вносились, есть еще одна важная деталь, которая почему-то прошла практически незамеченной. Если я верно понимаю, то статья о наблюдателях несколько была изменена. И теперь наблюдателям на выборах, вот этих трехдневных выборах, на которых и так сложно будет работать, могут быть только люди, зарегистрированные в том округе или в том субъекте Российской Федерации, где эти выборы проводятся. Да, именно так. Там статья четвертая, пункт четвертый статьи 30. Гласность деятельности комиссии, по-моему, статья называется. да, да. То есть, да, сейчас ограничено наблюдение, то есть, рамками или избирательного округа в случае там федеральных выборов или там субъектом федерации. Что это значит? Это значит, что не могут приехать наблюдатели из другого региона, понаблюдать за ходом голосования, то есть, быть официальными наблюдателями со всеми правами, полномочиями, с получением протоколов, с подтверждением. Выборов какого уровня это касается? Это касается выборов всех уровней. Абсолютно. Да. Там есть только разница, есть федеральные выборы, ну, допустим, выборы президента, выборы Государственной Думы, там речь идет об избирательных округах, то есть, там необходимо, чтобы наблюдатель был избирателем данного избирательного округа, ну, потому что бывают же межрегиональные там округа в крупных выборах. Ну, окей, а вот в случае там региональных и местных выборов это ограничены, то есть, наблюдателем должен быть житель этого субъекта федерации, в котором он проходит. По крайней мере, вот так сформулирована такая серенькая фраза, на которую действительно мало кто обратил внимание. Последнее предложение, я просто сейчас его зачитаю, может быть, не полностью, да, при проведении выборов органов государственной власти, субъекта Российской Федерации, референдума, выборов в органы местного самоуправления, наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти, правом на участие в референдуме соответствующего субъекта Российской Федерации. И вот из этого предложения, честно говоря, не очень понятно, что значит последние четыре слова соответствующего субъекта Российской Федерации. То есть именно они обозначают, что наблюдателю из другого региона на наблюдениях, на выборах в Кировской области, например, места не будет. То есть ему могут отказать. Да. И чем это обернется для избирательного процесса, для его открытости? Слушайте, для открытости, то есть мы помним там все эти истории, то есть вопрос контроля за выборами это качественное наблюдение. Качественное наблюдение возможно не тогда, когда присутствует на каждом избирательном участке толпа наблюдателей, которые ни разу этим не занимались, просто сидят уткнувшись в свой телефон и просто по каким-то причинам отбывают свою общественную нагрузку. Качественное наблюдение то есть это в принципе это компетенция. То есть есть люди, которые это умеют делать, но их по всей стране не так много. Не так много и в принципе практиковалось, когда наблюдатели ездили в разные субъекты федерации для того, чтобы помочь в наблюдении и зафиксировать возможные нарушения или особенности расхождения с законом. Потом, чтобы как-то это прекратить, в том числе ввели единые дни голосования. Когда в единый день голосования во всех субъектах федерации все это проходит одновременно, тогда сложнее организовывать раньше, я помню, мы приглашали наблюдателей тоже, когда у нас не хватало своих сил и своих грамотных компетентных наблюдателей, мы звонили, писали тем людям, кому знали, доверяли и просили ребята, приедьте пожалуйста к нам. Если у них в этот день не было выборов, то они вполне себе могли здесь поработать. Мы могли разговаривать на одном языке, потому что люди мы прекрасно понимаем, как они, что мы видим, что они способны увидеть многое, чего не способны увидеть простые статисты, и это было полезно. То есть это и обмен опытом между наблюдателями, и реальная была поправка правоприменительной практики, когда жалобы были обоснованы и избирком приходилось признавать обоснованные жалобы таких наблюдателей. Ну и собственно говоря, система выборов как-то совершенствовалась при помощи вот такого прикрестного опыления наблюдателями. Теперь этого не будет. Теперь этого не будет. Плюс голосование на три дня могут растянуть. По голосованию на три дня там есть оговорка опять же в этих поправках, что можно выдвигать не более двух наблюдателей на один день голосования в случае то есть если три дня, то тогда шесть наблюдателей можно выставить, а из кого, извините, то есть у нас там хотя бы одного-то найти нормального наблюдателя, который умеет видеть. Закрыть каждый участок. Да. Найти шесть, размазать. То есть вот этими поправками сделано все, чтобы осложнить наблюдение. Ну, это одна из целей там и многодневное это голосование, но ровно для этого же, чтобы осложнить наблюдение за выборами. Там не может один там наблюдатель там все три дня круглые сутки сидеть рядом с бюллетенями и охранять их. Как мы понимаем, вот вся вот эта вот сейф-пакеты это все там работает очень условно. Мы видели там сейф-пакеты с бюллетенями, которые лежат сверху на урне, которые должны как бы быть заклеенными. А что это здесь? Ой, у нас тут что-то отклеилось. Извините, мы же... В общем, вопросы возникают. Вопросы возникают. Наблюдателям жизнь и работу осложняет. В общем, есть мнение, что выборы там последующие будут не самыми честными. Это не ведет к прозрачности процесса. Я не скажу... И это еще меньше и это еще точнее больше там, да, снижает доверие получается к действующей власти. Я не скажу, что вот было такое вот прямо такие обилие вот таких вот нарушений, что вот если мы что-то видели, мы пытались об этом говорить, но я честно скажу, мы не видели вала там нарушений такого в Кировской области, чтобы вот прямо сумками валили там какие-то бюллетени там. Вот. Я не понимаю, чего скрывать наоборот, надо говорить там «Ребята, приходите, досмотрите вы, мы же ничего не делаем». Вот. Ну и дайте возможность подтвердить. Ну и я понимаю, что это, конечно, не инициатива Кировской области, это, конечно, федеральная инициатива, потому что есть регионы, где действительно сумками валят бюллетени. и, конечно, к ним туда больше никто не приедет и за счет отдельных субъектов федерации, где будут вытягивать там федеральные выборы, потому что участвовать в наблюдении, участвовать в наблюдении могут только местные, никто извне не приедет, и поэтому можно делать все, что угодно. Но об истории как будут работать наблюдатели мы, конечно, ближе к выборам еще поговорим. У нас остается буквально пять минут до конца программы еще две важные темы, которые мы хотели озвучить. Это гражданский форум, который, как уже известно, пройдет в нашем регионе 11-12 декабря, будет он онлайн, и сейчас, насколько я понимаю, как раз принимаются темы от желающих выступить. Да, мы создали отдельный сайт, ну, для удобства, того, чтобы туда можно было обращение и предложение. Основная тема гражданского форума будет посвящена вот нашему непростому периоду жизни вот с пандемией, с ограничениями в период коронавируса, то есть это для нас, для всех, новая реальность, и в основном будем обсуждать аспекты, связанные с этим. Как жить в этой реальности, какие инициативы гражданские, общественные могут быть, какие наиболее актуальны, что требуют помощи и поддержки именно в связи с этими обстоятельствами, какие там формы, методы поддержки институтов гражданского общества, там, власть предпринимала или не предпринимала, что не хватает, как еще можно помочь людям разобраться в этой ситуации новой реальности, связанной с пандемией. Когда это все уже закончится, наконец-то. Ну, предположить мы не можем. Это было бы суперидеально, и я не знаю, если бы гражданский форум мог решить вопросы, когда все это закончится. Но мы понимаем, что мы не сможем ответить на этот вопрос. Поэтому будем отвечать на вопросы, как с этим жить. Да. Сайт гражданского форума. civil-форум-43.ru Можно поискать гражданский форум Кировской области через поисковик любой. Или через сайт общественной палаты можно там найти и ткнуть ссылку. До какого момента тема принимается? Мы будем работать, как говорится, до упора. До позднения. То есть, если будут появляться какие-то актуальные предложения по организации площадок, дискуссии, мы будем реагировать вплоть до самого события. Но, конечно же, лучше заранее все организовать, чтобы качественнее обсуждение. То есть, в ближайшие две недели кто хочет выступить, кто считает, что нужна дискуссия на какую-то важную тему. Есть же очень много вопросов. И с образованием меняется формат присутствия. Есть вопросы с бизнесом. С некоммерческими организациями. С некоммерческими организациями. С мерами поддержки. С работой волонтеров, между прочим. И с волонтерскими какими-то новыми проектами, которые появились во время пандемии. Все. Десятый гражданский форум. Юбилейный будет. Никто, наверное, не ожидал, что будет он такой. Новая реальность общества. Вот основная тема. 2020. Новая реальность общества. Еще одна важная тема. Наверное, мы ее только анонсировать успеем. Общественная наблюдательная комиссия. Это организация общественная, которая следит за соблюдением прав заключенных, людей в местах лишения свободы для ограничения свободы. Несколько меняет подход к своим членам. И я, насколько понимаю, теперь надо будет активно себя проявлять. Олег, член УНК, может рассказать полторы минутки. Ну, там появляются две ключевых позиции. Это формирование новых составов УНК. То есть предлагается в поправках к закону об общественном контроле предлагается, чтобы субъектами выдвижения были не только общественные объединения, а в принципе... Любые некоммерческие организации. Почти любые некоммерческие организации. Фонды, оно... и так далее. То есть расширяется. Это расширяется. Второй? Да. И второе изменение то, что Совет Общественной Палаты Российской Федерации будет иметь право самостоятельно принимать решения по исключению из членов региональных УНК, там, тех людей, которые, там, ну, допустим, не проявляют активность в посещении мест лишения. То есть, если вы... То на них должен пожаловаться? Никто. Как узнает об этом Совет Общественной Палаты? Ну, видимо, тот самый формат отчетов как-то будут смотреть. И если увидят, что активность низкая, там, у какого-то члена будут иметь право. Это распространяется уже на действующий созыв УНК состав или только на следующий? Закон еще не принят. Когда он будет принят, тогда и... Тогда и поговорим. Да. Там будет написано, с какого момента будут действовать изменения. Олег Ткачев в нашей студии. Голопом по Европам последние два вопроса. Руководитель Кировского Центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной Палаты Кировской области. Особое мнение на этом завершается. Олегу спасибо. И до свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM